В эфире студия Петра. Осторожно, двери открываются. Парад с поездом стартовал. Ура, товарищи! Всем добрый день. Давайте кратик расскажу о том, что сейчас будет происходить. Сейчас у нас, как бы слово, первый заместитель начальника службы подвижного состава, после чего мы начнем мероприятие, и первый поезд вот здесь, на этой стороне, проедет в 9 часов 13 минут. Последний поезд будет в 9 часов 40 минут. Можно будет после пресс-подхода рассосаться в платформе, чтобы никому не мешать. И за мной стоят реконструкторы, их тоже можно будет поснимать на моем поезде. Вы просто обступили, и вам самим неудобно будет снимать. Сейчас еще спикер встанет. Опа! Принеси! Уважаемые пассажиры! Дорогие друзья, воскричи и гости столицы, мы рады приветствовать всех вас на станции БКЛ Сокольники, на торжественной церемонии запуска парада поездов, посвященного 89-му дню рождения московского метрополитена. Слово заместителю начальника службы подвижного состава Антону Сергеевичу Макрушину. Здравствуйте! На этой неделе московский метрополитен празднует свое 89-летие. Это праздник, посвященный каждому сотруднику метрополитена, каждому пассажиру, который пользуется метрополитеном. Московское метро самое точное, красивое в мире и комфортное для пассажиров. Московское метрополитен занимает лидирующее место в мире по темпам обновления подвижного состава. С 2010 года на московский метрополитен поступило более 4,5 тысячи вагонов, что позволило увеличить долю подвижного состава почти в 6 раз. Метрополитен это более 10 типов подвижного состава, которые припадали в пассажире. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы будем на самом деле за первой дисциплине московского метрополитена. Поэтому через день рождения метрополитена мы запускаем сегодня парад поездов. И любой желающий сможет не только увидеть вагоны разных поколений, но и осуществить поездку на них на большой кольцевой линии. Сегодня в параде поездов придут участие 9 типов подвижного состава. Они будут курсировать с 9 утра до 8 вечера сегодня и завтра. В подробном расписании можно ознакомиться в телеграм-канале департаментного транспорта. Мы через несколько минут увидим в парадном строю 9 типов подвижного состава. И надеемся, это мероприятие подняет всем настроение. Чем этот парад отличается от предыдущего? Сегодня в параде, в отличие от других, примут участие впервые. Это вагон модели 760А, технический контроль. Швастой проход был применен впервые на московском метрополитене. А также подвижный состав Москва-2022, последний, допустившийся на грузополевской линии в марте текущего года. Ваши отношения, можно вас попросить переговорить в москва-2024? Сначала, да? Ну, с москвы-2024. Сегодня в параде впервые примут участие вагон модели 760А, на котором впервые реализован сквозной проход вдоль всего состава. А также подвижный состав Москва-2024, последний, поступивший на метрополитен, допустивший в марте текущего года. Дорогие друзья, давайте вам поблагодарим аплодисментами о том, что речь вам пришла. И совсем немного времени остается до начала нашего парада. Парада поезда через дня рождения московского метро. И сейчас самое время занимать места. Плезда будут курсировать против часовой стрелки. Вот это платформа. Поэтому вы можете потихонечку перебираться сюда, занимать удобные места для съемки. В 9 часов 13 минут сюда прибудет первый поезд, первый участник нашего парада. Ретро-поезд, который по традиции всегда открывает парад поездов. Это легендарный поезд, который был реконструирован к 75-летию московского метрополитена. Это ровно такой поезд, который когда-то начал историю нашего московского метро. Именно с таких поездов началась история метро. В таких поездах и для нашей бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки. Так что занимайте удобные места. Совсем скоро мы начнем. Наш парад возглавит ретро-поезд в Сокольнике. Ретро-поезд, который назывался составом типа А. Вы, конечно, знаете этот поезд. Вы можете в любой другой день прокатиться на юг. У Сокольнической линии московского метрополитена. Именно там курсирует этот легендарный состав. Ну а сегодня и завтра вы можете прокатиться на этом составе по большой кольцевой линии. На самом старинном составе московского метро. По самой новой современной линии московского метрополитена. И по самому длинному метро-кольцу в мире. Я напомню, что длина большой кольцевой линии составляет 70 километров. И это абсолютный рекорд, дорогие друзья. Ну что ж, я предлагаю всем пойти и занять свои места на платформе. Для того, чтобы не пропустить первый поезд, первый участник нашего парада. Ретро-поезд в Сокольнике. Занимайте удобные места, чтобы все успеют фотографировать. Я напомню, что всем нельзя. Ретро-поезд в Сокольнике. Ретро-поезд в Сокольнике. Ретро-поезд в Сокольнике. Ретро-поезд в Сокольнике. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И так вы можете проехаться на этом уникальном поезде по Большому кольцу. Это можно сделать сегодня и завтра во время парада поездов на Большой кольцевой линии. Я напомню, что вы с вами были из-за лучаников парада, которые вы можете найти на нашем сайте. Мы провожаем в облажавах поездка Ахан Суши себя в Афире. Здесь мы начали с вами с вами. По облажнениям, таких составов на Большой кольцо вы не найдете. Сначала посередине Суши себя в Катемиреевской, потом Даганка, потом Калушка и дальше Бакаэлла из Солнцева. Прям-то в Баку нельзя доехать на нем. Только романтично. Садишься в Сокольниках и выходишь в Баку. Жалко, Яузы нет. Ну, как бы технические проблемы, поэтому... Ну, так вышло. Баклажатом пойдет Москва. Москва-2019, Москва-2020, Москва-2024. Да. А через два года поедем Москва-2020. Спасибо. Вопросы специалистов по истории Воронцовского метро. И, может быть, кто-то из вас знает, тогда в Москве появились турникеты. Ведь когда метро только открылось, когда турникеты не было, наиболее, которые проверяли контролеры. Да, у нас есть правильный ответ. 1952 год, станция Красная Ворота. И это правильный ответ. Именно там появились первые турникеты. Ну, а сейчас метро совершенствуется. Мы проходим уже вообще по карте, по выражению лица. Мы подходим, улыбаемся. И проходим Московское метро. Ну что ж, друзья, совсем скоро мы увидим на платформе поезд. И это будет поезд Москва, дорогие друзья. Современный георгономичный тип подвижного состава. Поезд нового управления 765-й серии Москва. Он стал комфортнее за счет усиленной шумоизоляции, улучшенной системы кондиционирования. Снижение вибраций, что очень полезно для здоровья и адаптивного связанного освещения. В вагонах поездок везде были размещены и разбирантные волосы для зарядки гаджетов. И там находится сенсорные санктивные мониторы. С помощью них нам удобнее находить нужные санкции за схеме метро, которые становятся все больше и все сложнее. Нам удобно положить оптимальный маршрут и засчитать время поездки, чтобы идти вовремя. Московское метро ходит точнее, чем 14-й часы трагедия. Более на два! Мы не будем поделить эти помощи, а мы не будем. Не хотите. Не хотите. Сегодня поездам Москва перевозит пассажиров с Патаганской, Сокрестинской, Некрасовской, Филевской, Калужской, Рижской и Законнической линии. Ну и в честь праздника поезд принимает участие в параде. Параде поездов на Большой Петской линии и будет курсировать в против часовой стрелке сегодня и на трасс 9-й час до 20.00. Поэтому вы можете проходить зато на стрелке на поезде в параде. перри полости. Продолжение следует... С вами не прощаемся, потому что следующие участники нашего парада тоже будут привести к этому названию «Самое непосредственное отношение». Ну что ж, дорогие друзья, может быть, вы знаете, какая платформа самая длинная в московском метро? Да, пожалуйста! Парабьёв Город. Парабьёв Город. Точно, Парабьёв Город. Это платформа? Да. А какая финансовая платформа вы помните? Точно не помню, но... Ну, примерно 284 метра. 284 метра. Ваша версия? Наверное, где-то метров 300. Да, где-то 300-300. Вот это размах, вот это масштаб. Ну что ж, дорогие друзья, совсем скоро на этой платформе появится следующий участник парада поездов. Поезд Москва-2021. Он не только у нас везла за стаудируемые дефекции все ключевые преимущества, ну и, конечно же, имеет ряд еще более современных отличий. Мы приветствуем всех, всех, кто пришел сюда посмотреть на аппаратный дом в честь 89-го дня рождения Московского метро. Совсем скоро здесь на платформе появится поезд Москва-2020. В отличие от вагонов Москва, которые мы сейчас с вами видели, эти поезда оборудованы сдвижными дверями вместо прислона сдвижных. Увеличилась ширина створок на 15%, то есть нам легче заходить в эти вагоны. А стекла раскладаются практически во всю длину двери, что очень красиво. И сейчас мы с вами лишний раз в этом убедимся. Для информирования пассажиров. Впервые в Московском метро использованы консольные LCD-дисплеи под потолком. Они расположены на центральном проводе. Тип хорошо читается из любой точки салона. Достегается это за счет очень высокой четкости изображения и широкого угла обзора. А еще впервые в Московском метро в этих поездах USB-разъемы установлены практически у каждого седения. Их 368 штук на 8-м вагонный состав. Интериор салона вызвали будущие пассажиры во время наскобства ультвенитического форума в 2023 году. Мы с вами, будущие пассажиры, сами выбрали дизайн маски интерьера салона во время ультвенитического форума. Вместимость поезда увеличилась на 17 человек, что немало в частности. Засчет расширения расстояния в проходе между сиденьями. Сами сиденья стали более удобными, а не шире, чем обычные. USB-зарядки и перенески теперь не находятся выше, так что заряжать так же удобно не только тем пассажирам, которые сидят, но и тем, которые стоят. Засчет расширения расстояния. Засчет расширения расстояния. Учебная салона проводится. Это по-разному. Су Sílirema. Засчет расширения расстояния. Засчет расширения расстояния. Заскет. Правда вы передачи на улице. Но заболевать. Заскет. Заскет. В Балайтузи. Стать частью парада поездов в честь Дня Рождения Московского Гентрополитена. Ну что ж, все поезда участники парада вышли на линию. Парад поездов стартовал сегодня и завтра. Вы можете прокатиться на тех поездах, которые не ездят в обычной КИПО в БКР. Вы можете прокатиться на поездах, которые вообще больше не эксплуатироваться для работы с пассажирами. Расписание узнавайте на сайте, дорогие друзья. Выкладывайте ваши видео, ваши фото, помечайте парад поездов Московского Гентрополитена. Мы любим вас, мы ценим вас, дорогие друзья, любители метро, метро-панаты. Люди, которые интересуются историей метро, которые сохраняют эту историю. Которые делают эту историю прямо сейчас, своими фото, своими видео, своим участием в нашем параде поездов. Ну что ж, дорогие друзья, всем удачи, успехов и всем с Днём Рождения Московского Гентрополитена. Ура, друзья! Браво! Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Рижская. Для вашей безопасности держитесь за поручни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова Все, что вы хотите, чтобы выключить субтитров А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...